Всем здарова ребятки, меня зовут Павел, это шестая серия прохождения Медиал Дайнести. Сегодня у нас план-барабан такой. Нам нужно закончить квест, поохотиться на кабана и на лису в количестве трех штук, построить охотничий домик, назначить, значит, вот эту даму Лутгарду в охотничий домик, пускай таскают мясо пока что до первой зимы. И, насколько я понял, мы там его можем то ли сушить, то ли вялить, то ли чё. Короче, построим, пройдем квест. Впоследствии, естественно, перенесем все это вот в эту часть карты. Мне понравилось, что тут водоем с двух сторон, местность поровнее, без ската, как вот где-то здесь, да? Поэтому рыбацкий вот этот весь промысел имеет место быть, как мне кажется. Если у нас с охотой все вот здесь вот плохо будет, будем держаться всю зиму на вяленой рыбе или сушеной, что там делается. Такие дела. Далее. Мы, значит, заходим сразу в сарай. Сарай. Берем отсюда все бревна, что есть. Беревянная чаша тоже давай. Нам нужно с вами переделать часть бревен, которые останутся после строительства охотничьего домика в доске. Делать флаконы и на продажу все это запустить. Так что погнали осуществлять наш план. Кстати, я же так лук-то и не задействую до сих пор. Это большое упущение. Капусты 16 штук осталось, лук 104 и мясо 59. Давайте, знаете что, зайдем в древо технологий, где у нас тут кухня. Вот кухня, мясо с подливой, жареное мясо, лук, деревянная тарелка. Берем, нам хватает с головой и деревянные тарелки нам нужно делать. А делаются они, как я понял, где-то вот здесь. А, вот. Деревянная тарелка. Тоже берем. Вот отсюда они будут идти. Ага, вот как-то так. И пускай этот охотничий домик. Назад. Охота. Охотничий домик. Вот так стоит. Берем в руки молоток и фундамент пошел. Долго-долго. А я же навык делал, который увеличивает скорость постройки. А, вот он, да, слева пошел. Класс. Что тут нужно? Ветки, солома. У нас всего хватает. Правда, бревен маловато, 15 штук. Можем не уместиться. Но сейчас посмотрим. Отлично. Первоохотничий домик готов. Часть квеста выполнена. Что у него внутри? Убираем молоток. Тут какой-то декор в виде ловушек, капканов. Еще какие-то тут на кролика. Лук. Сушилка. Сушилка для того, чтобы делать сушеную рыбу и мясо. Это хорошо. У него, наверное, долгий срок хранения на верстаке. Что мы можем? Лук. Большой лук. Изогнутый лук. И каменные стрелы с болтами делать. А в сундуке что? Ничего. Ну, пока мы здесь давайте смастерим ножей. Сколько мы можем? Один. Одного мало, блин. Слишком мало. Нам нужно ножа три сделать, да? Положить сразу в инвентарь, в этот сундучок. Чтобы у охотника было чем разделывать тушу. Потому что с прошлых обновлений, я так понял, ничего не поменялось особо. То есть луки не надо сюда класть, нужно только ножи. Для нас это больше плюс, чем минус. Сейчас ножи быстро сделаем. Положим. Смастерить. Что тут? Каменный нож. Раз, два, три. Ну, четыре пускай будет. Я надеюсь, что у нас хватит денег, чтобы купить им всем железные ножи сразу. Хотя бы по два. Там два топора, два ножа, знаете. Сундук, инструменты, каменный нож. Прекрасно. Я назначил тут горячие клавиши, как мне удобно. И теперь я могу на мышке просто открыть управление. И лут гарда. Ты у нас сменишь работу. Колодец тебе не надо. Иди в охотничий домик. А здесь два может быть. Охотник-охота. Да, назначить. Теперь в дома идем. Добыча, охота, охотничий домик. Подробнее. Ресурсы. Значит, что нам нужно? Нам по большей степени нужно мясо от нее. Мех и кожа. Перья мы самостоятельно добудем, если нам понадобится. Сушеное мясо тоже самостоятельно можно вынести. Как и воду приносить им тоже лучше самостоятельно. Пускай делает мясо основной акцент, да? Мясо, кожа, мех. Тогда по 25% здесь выставляем. Блин, а что нельзя прям это? Эх, печаль, беда. Вручную вот так вот щелкать, зажимать. Такое себе. По 25% сюда. И все остальное в мясо. Ага. Сколько? 50% получается. Да. Идеально. Наш первый работник готов. Охотник. Колодца не назначена никого. Да и ничего страшного. Воду можно и вручную принести. Пьют они немного. Вода 890 у нас есть. Они ежедневно 60 потребляют. А сколько дает... Как понять, сколько дает ресурс? Сундук, ведро с водой. А где оно взяло еще одно ведро? У нас же два ведра вроде было, нет? А вот это что за значок? Кто-нибудь подскажет мне? 30-30-30. Цена, наверное, да? 30. Да, вот 30, вот 30. Плюс 25 вода, плюс 25 вода, плюс 25 вода. А где-то детальнее можно рассмотреть, сколько у нас вообще ресурсов? Источник питья. Три ведра с водой стоимостью 700. Еще похлебка 190 дает. А, вот оно какое подразделение по критериям, по категориям здесь. Разница... Странные цифры вообще, очень странные. Ладно, возможно, к этому нужно привыкнуть. Дрова 490. О, кстати, там 4 бревна валяется. Давайте заберем. Бревна забираем. Ветки тоже забираем. Сколько тут топоров? Три штуки. Один у него в руке, видимо, да? Прогуляемся до него, до нашего дровосека. Ингвар, кажется. По пути перекусить не стыдно было бы. Где тут похлебка? Раз, два, три. Все по соточке. Классно. Ингвар, освободи, пожалуйста, место. Мне нужно сделать доски. А сколько досок мне нужно сделать? У меня всего 10 бревен осталось. Ох, печаль, беда. Не буду я делать доски, Ингвар. Пошел дрова рубить, смотри. Ну-ка, понаблюдаем за ним. Из кустов. Здесь вот меня не видно. Ну-ка. А кто он пошел-то так далеко? Вон же деревьев да полна. Я просто попросил тебя освободить место, братишка. Куда ты пошел? Зачем так далеко? Здесь идеальная засада. Можно еще пособирать, пока он ходит. А куда он пошел-то? Что он хочет сделать? Ну? Ой, лиса. Лиса. Что нам нужно было от лисы? Да, не ближний свет. Конечно, выбрал дерево. Что-то сделал вид, что порубил. Пошел дальше. Ну-ка, лиса, иди сюда. Где ты там? Где лиса? Вот она. Присядем. Прицелимся. Чуть-чуть наверх. И... Кажется, хэдшот. Где стрела? Ты еще и агрессивная? Отстань от меня. Я б тебя еще и сломал. Копье? Отстань, говорю. Я гений. Распрыжки ты меня не укусишь. Или она все-таки цепанула меня, да? Да, на 8 единиц. Ну-ка, где мой... Подорожник? Если что-то случилось, всегда бери с собой подорожник. Одна лиса есть. Одна лиса. Еще две. Плюс кабаны. Или не плюс. Как тут, от чего тут это все зависит. Хорошая лужайка. Мне как раз нужно на флаконы. Много дерева. Да? Примерно полторы тысячи флаконов мне нужно. Или тысячу. Или полторы. Да и ладно, сейчас разберемся. Бум. Магия монтажа. 10 минут. И все готово. Давайте пройдемся еще раз. Где он там? Наш дрова секта. Где его рабочее место? Я надеюсь, он принес еще немножко ресурсов. В сарай. Нужно попросить у него освободить место опять. Иди опять сделай вид, что работаешь. За 3-9 земель отсюда. Столярный верстак. Дрова не надо. Вот. Бревна на доске в количестве. Нам не все нужно. Нужно вот где-то 65. Чтобы у нас осталось бревно. Для того, чтобы сделать деревянную чашу. И впоследствии похлебку из лука. Да, кажется так. Все правильно, по-моему. Ну-ка. Ой, ты домой пошел? А сколько время? 17.12. По-моему, в лучшем случае 18.00 надо идти домой. Или ты ветчики собираешь? Интересные дела. Заходим сюда. Сундук. Еще 9 бревен. Все берем. Ветки все. Чаша. Кожа и мех появился. Три-четыре. Это не полный день она работает. Но это уже вполне себе неплохо. Хороший результат. А что за значок слева вверху? Дровяной сарай. Понятно. Колодец. Понятно. Охота. Добыча. Что тут-то? Не назначен человек. Да и ничего страшного. Мясо здесь появилось 17.00. Мы все берем. Потому что мы сейчас будем готовить мясо с подливой. Для этого разжигаем огонь. Жарим мясо. Все, что есть. Там капусты, по-моему, 16 единиц еще осталось. Интересно, для похлебки жареное мясо подойдет или нужно именно сырое? Ну-ка. А, нужно мясо именно. Ну, что ж. Не судьба. Что у нас? Другое. Мясо с подливой. Три лука. Одна единичка мяса. А, деревянная тарелка. Я тарелки не сделал. Ну, это не беда. Сделать тарелки быстро. Летние ограды. Тарелка. Сколько бы нам их создать? Штук 20. Да, ладно. Пускай больше будет. 30 нормально. Флаконы. Давай сразу флаконы. 130. Подождите. Это 130 досок. Это 1300 флаконов. Все равно маловато. Новый уровень ремесла. А ну-ка, что там по навыкам? Одно очко. И здесь на строительство буст. Уже суммируется до трех. А здесь производство быстрее в кузнице. Хм. Давайте буст до трех сделаем. Потому что заборы я в предвкушении. Просто стройки новых заборов. И что-то долго-долго это будет. Хотелось бы побыстрее. 30 единиц мяса с подливой. Какая красота. По цене бы еще сравнить. Похлебка. Плюс 30 пища. Плюс 10 вода. При этом похлебка стоит 50. А мясо с подливой 40. Хотя трудозатратно. Мясо с подливой больше. Потому что мясо еще предварительно обжарить нужно. Ну ничего страшного. Ладно. Половину я вам добрую отдаю. Нихай лежит. Хоть какое-то разнообразие. А что у вас вообще по счастью? Ребят. 25 настроение. Такое маленькое. А почему? А как вас развеселить? Маленький дом. Дровяной сарай. Настроение. Мгмм. Статус. Прочерк. Но вы занимаетесь профильными занятиями. Вы живете. Ну по сезону то в теплом доме. Или вам именно заштукатурить нужно. Деревянная стена. Фундамент. Украсить. Ячейка. Пускай все тут будет в барсучьих шкурах. Меха пока хватает. Везде барсучьи шкуры. Блин. Выглядит как будто это беспорядок какой-то. Вешалка. Вешалка здесь есть. Ну ставни я украсить не могу. К сожалению пока что нечем. Полку могу повесить. Ай доски нужны. А я все потратил. Зато череп оле не могу. Но денег на него нет. Светильники. Пять тысяч строительства на него надо. Далеко это далеко. А в чем смысл? Я вот что-то пока что не понял. Может вы мне объясните. Если на данный момент вот эти вешалки некликабельные, так скажем. Да, они вроде как, насколько я сейчас вижу, да, не функционируют. Ну-ка если убрать, ничего, да. Они по сути просто как некликабельный декор. Так а чем тогда малая вешалка от большой отличается? В количестве, как-то в процентном количестве настроения, которое оно приносит. Потому что на данный момент вообще совершенно непонятно. О, 27 стало. Это все из-за барсуков что ли? Вот этот вот барсучий хаос вам понравился и бустанул ваше настроение на 2%? Ну смотрите, я что могу. Украсить стена, вешалка. Украсить стена, вешалка. Видали? Сейчас час игровой пройдет. У вас что, прям вообще зашкаливать будет? 28%! Как это работает? Грубо говоря, вам нужно больше декора. А какой декор я могу построить вне дома? Мебель и декор. Столы и стулья. То есть наоборот, столы и стулья. Освещение. Ну пока, к сожалению, рецепты-то у меня не куплены. Разные. Мишень у меня одна есть. Лохань у меня тоже есть. Ловушки. Это не про декор совсем. То есть не хватает, грубо говоря, столов, стульев и освещения. Добрый третий того, что здесь есть. На цветочные горшки как вас бустуют. А где можно узнать? Допустим, здание. А, тут про декор-то тоже, да, не пахнет декором здесь. Ага. Весь остальной декор внутри. Да, дела. Надо, короче, мутить монеты. Покупать схемы. Вот здесь вот не хватает освещения. Я чувствую прям фонарей. Вот здесь не хватает. Возле зданий тропинки бы осветить. Но тропинки я сейчас трогать не буду. В конце концов, вот это вот все, вся эта площадка, это такой небольшой эксперимент и небольшой лагерь для добычи какого-то минимума ресурсов. Потому что дальше мы переедем туда. Угу. Охотиться нужно. А время-то уже 20-21. Ну, это не беда. Мы сейчас быстренько еще пару лис или пару кабанов найдем здесь. И поскорее бы уже прокачался навык, который нам подсвечивает животных в этом меню спектатора. Как там его меню смотрителя? Что-то там. Ну, вот вы поняли меня, короче. Я вижу еще одну лису. Нормально. Еще одна осталась. В принципе, за этот вечер мы можем ее найти, да? И как раз закроем квест. Где стрела? Вот стрела. Где животные? Животных не видно. Кабаны же вроде побольше. Их прям должно быть хорошо видно. И куда нужно пройти? Вот это ваншот во тьме. Отлично. Лис добил. Появилась глава 5. Ферма. Деревянную мотыгу нужно построить. Мешочек. Это все ясно. Понятно. Работники пошли на работу. Посмотрим, что они принесли за предыдущий день. Каменный топор. Уже два осталось каменных топора. Маловато. Давайте сразу один сделаем. Положим. Потому что сейчас пойдем. флаконами торговать. Вот, что-то вкачалось. А почему музыка до сих пор боевая? Я же с охоты уже давно ушел. Доступно новое здание. Мастерская. Замечательно. Мастерская 2. Второй уровень. А что это значит? Что значит мастерская второго уровня? 30 у них уже процентов настроения. Посмотрите-ка. Неплохо. Где мастерская 2? Куда она? Где она? Что она? Мастерская 2. Ремесленная постройка. Работники производят различные украшения и предметы домашнего обихода. Внутри есть верстак и гончарный круг. Ага. Вместительнее и прочнее предыдущей версии. Гончарный круг. То есть, если у деревянного флакона, а ну-ка, где он тут? Вот здесь у него изначальная цена написано 3. И он стоит полтора для нас, потому что у нас дипломатия не вкачана. То здесь глиняный флакон уже стоит 20. То есть, в нашем случае, с нашим навыком дипломатии, он будет стоить 10 монет. Для того, чтобы построить один, построить, говорю, скрафтить один флакон, нужна глина. А он один делается или тоже в большем количестве? Потому что, в принципе, шалаш землекопов, который я видел вот здесь, вот он он. Они же тут вот глину добывают. А глина у нас тут недалеко. Они бы нам таскали, но как они, я так подозреваю, что он будет один, потому что у нас места нет. Это, скорее всего, будет наша жена. И она будет добывать глину. Интересная схема. Вот это план барабан. А у нас еще и грядки. Надо будет заниматься и грядками, и добычей руды. А сколько стоит? Ну-ка, здание. Это производство, по-моему, да? Мастерская 2. Где она? Вот она. Да, вот здесь уже два рабочих. Внизу иконка есть, а здесь один. Вот зачем здесь так много места? Кстати, вот это да, улучшение зданий. Классно работает. Вот зачем здесь так много места? Здесь еще гончарный круг сюда встанет. Куда-то. Ну-ка, молоточек берем в руки. Ага. Да, берем в руки молоточек. Берем в руки топор и идем за дровами. Опять. Может быть, перенесем это все дело? Я, если честно, что-то вот мне рубить прям уже надоело. Хе. Утомительное занятие, если честно. Хочется поскорее продавать. Где у нас тут? Че у нас? Ингвар 3030. 1990. 555. Всего хватает, уже можно уходить. На продажу всего, чего есть. А что у нас? Где эти деревянные флаконы? 1300 флаконов? 1300. А те бы десятку стоили, да? Ну ладно, 1300 флаконов на полтора умножаем. Получается 1950 монет. Тысяча... Тысяча... Ну да, 1950. Псяк. И че? Тысяча на 1950 монет. Что мы сможем купить-то? В древе технологии особенно. Что нас интересует? Нам вообще сколько нужно-то? Вот это пока трогать не будем, потому что изгородь из палок самая простая. Мне симпатичный. Мне кажется, не хочу. Лежачий пень. На нем можно сидеть. Я думаю, это как-то бустует настроение жителей. Но полноценная лавка кажется как-то поприятнее, да? Сколько вот она стоит? Пятихаточку. Неплохо. Плюс штора пятихаточку. Но тут лен уже, да? И стол. Ну и из бревна. Это все из бревен. Хм. При этом, при всем, нам нужны еще деньги не только для схем, но и для обновления нашего инвентаря в плане инструментов. Потому что хочу вам сказать, что если я пойду еще раз за дровами, я хочу железный топор себе, это однозначно. Я хочу нормальный молоток, и кирка нам нужна, и коса. Коса, чтобы собрать первый урожай льна, а кирка, чтобы пойти посмотреть, что там в шахтах вообще. При этом, при всем, факел в качестве базового какого-то освещения, но мы не построим факел, пока либо не купим льняную ткань, либо ее не произведем. А швейной мастерской у меня до сих пор нет. Вот именно, блин, ребята, я же швейную мастерскую так и не построил. То есть я сейчас соберу урожай льна, и делать-то мне с ним что? О-о-о-о, по-ру-по-по-по-по-по. Во дела, во дела. Слушай, Путгар, Пут... Как, о, господи, Лена. Лена, давай-ка ты тоже будешь дровосеком. Я могу построить еще один дровяной сарай? Ой, нет, далеко. Ну, могу построить, дублировать его. Да? Я с удовольствием это сделаю, ребята. Нам нужна куча бревен и куча досок. С охотой заканчиваем. Я там буду мясо сушить, которое сам на охоте добуду. Мне все равно надо перк выживания, навык выживания качать. В связи с этим что мы делаем? Мы выбираем вот здесь вот здание, добыча. Ах, шатер землекопов. Два человека здесь могут работать. Хижина травника. Ну, это туда дальше. Это уже после переезда. Здесь собирают по округе травы и грибы, а также варят зелье. Ну, понятно. Но мы пока что будем их только закупать. Где у нас тут? Повернем эту постройку. Куда-то вот вращать. Вот так. Угу. Как раз на фундамент камни хватает, как хорошо. И бревен должно хватить. Замечательно. Вот это да. Вот это я понимаю, работа. Смастерить топоры сколько могу. Могу только два. Хм. Ну, анимация, конечно, да. Могли бы и ножичком в ручки положить-то, да? Открываем сразу управление деревней. Назначил себе на горячую клавишу на мышке. До сих пор нарадоваться не могу. И буду этим хвастаться каждый раз, когда пользуюсь дровяной сарай. Подробнее. Пустая ячейка назначит человека. Лут, короче, Лена. Будешь лесорубом. Топор тебе нужен, мы тебе его подарим. А что подмастерие делает вообще? Есть у нас так, знания. Блин, поиска по знанию что ли нету? О, это плохо. Настроение, персонал. Ничего я тут, в общем-то, не нашел. Ничего страшного. Теперь у нас есть два дровосека. Нужно скрафтить деревянную мотыгу и мешочек. Мешочек, по-моему, из кожи делается. Или из ткани. Или из кожи. Деревянную мотыгу-то мы прямо сейчас смастерим. Что там? Одно бревно, пять веток? Давай. Плохо, что квесты не следят за инвентарем. Допустим, если у меня есть уже бронзовая мотыга, нафига мне деревянную крафтить. В сундуке появилось что-нибудь? О, бревен немножко, веток. Ну, тут по паре штук. Тарелка. Появилось разнообразие пищи. Вот так. Они съели мясо с подливы, они съели мясо с подливой, из-под которого положили тарелку в сундук. Соответственно, наверное, разнообразие влияет. А если у меня есть в инвентаре ягоды, они у меня, наверное, и есть, я там, когда охотился, что-то собирал попутно. А у них теперь вроде как есть разнообразие. Угу. Соответственно, но... О, она стала лесорубом, и ей это не понравилось, потому что она непрофильным занятием занимается. Ну, придется потерпеть, Лут Лена. Где у нас управление? Потребности жителей, пища. Нужно найти мясо и сырое мясо отсюда исключить. Поставить крестик, чтобы они сырое мясо не кушали, мне оставляли, для того, чтобы я приготовил. Опа, окунь. Нормально. Плотва. А, гнилим тоже не надо кушать. Так может тут есть то, что изначально... Вот давайте все грибы уберем. Зачем им кушать сырые грибы, правильно? Недозрелую ягоду тоже нафига. Вот это все пока не знаю. Окунь сырой тоже не нужна. Плотву сырую тоже не надо. Щуку. Рыбное филе. Морковь, яйцо, жиреное мясо. Это все оставляем. Ага. А вот соленая рыба, она что? Дольше хранится, наверное. И здесь все оставляем. Топливо. Мы уже фильтры выставили. Источники питья. Пиво, пиво, понятно. Алкогольные напитки, соки. Еда, супы, ягода и вишня. Ну, когда мы начнем делать вот эти все соки, я думаю, мы выставим здесь крестики. Чтобы они сырье для соков-то не сметали. Вот. Что дальше делаем? Дальше настраиваем в дровяном сарае то же самое, что настраивали и в первом дровяном сарае. По ресурсам 25% ветки, 25%, а зачем нам 10% дрова и бревна на все остальное. Можно сразу, конечно, на доски, но, по-моему, крафт досок нам бустует опыт. То есть мы получаем с этого действия какой-то опыт, когда распиливаем бревна на доски. Опыт лишним не бывает. Тем более нам технологии надо изучать. Вот это все, поэтому пока оставим. Пускай доски собирают, бревна, то есть. А доски мы сами сделаем. И у меня сейчас что вообще по ресурсам? Блин, 5 бревен. Маловато, ребят, маловато, очень маловато. Мне на продажу всего... Где они там? 1300 флаконов. А нужно гораздо больше. Гораздо и гораздо больше. Я пока тут похожу, вручную пособираю. Ну, в ближайших, так сказать, окрестностях. Поохочусь еще немножко. И подключусь, чтобы подкопить бревна, ветки, камни, мех и мясо. Такие дела. Я уже почти добрался до продавцов в Гастовии. Что я сделал, пока был на паузе? Я сделал еще флаконов, и теперь у меня их 2500. Почти что. И я сейчас подойду вот к этому Викберту. Поторвую с ним и продам ему все лишнее. Ах, у него всего лишь 1151. Блин. Придется ограничиваться. Ну на, деревянную мотыгу. Каменный топор мне еще надо. Кстати, че я его не положил дровосеком. Из еды ничего тебе не дам. Глину тоже пока придержу. Железная руда она. Камень один. Медную руду забирай. Пшеницу не дам. Удобрения не дам. Череполения тоже не дам. Итого у тебя остается тысяча. И сколько ты можешь флаконов купить? 724 штуки. Давай. До свидания. Где у нас следующий продавец? Чего-нибудь в этом доме. Да, я так понял. Алвин. Эдвин. Эдвин, показывай товары. А у тебя что есть вообще? Мотыги, мешочек, сумка. Мешочек надо сделать по квесту. Шляпа. Готовые уже овощи выращенные. Навоз у тебя был. Или удобрения. За семь с половиной? Да ты с ума сошел. Все. 1341 у тебя есть. Забирай мои флаконы. У меня еще 842 флакона. И у меня уже почти 3000. Нормально, флакончики. Бустуют наш кошелек. Где там следующий? Кто? Пивовар здесь есть? Или это жена этого Юнигоста, которая просто еду продает? А, ну ясно. Давай, ничего не говори, просто возьми мои флаконы. 842 штуки. Да, у нас 4100 рублей. Ой, монет, то есть. Нормально. Все, до бронега, давай. До свидульки. Я сейчас на автопоходочку включу. Вот так вот. С важным видом пойду из вашей деревни дальше. Прямо к извозчику. А может и пешочком дойду до деревни. Козырных 10 инструментов. Я их куплю. И все у меня будет замечательно. Понятно. До бронега. Вот так вот. Ну и на этом, я думаю, серию эту мы сегодня закончим. Вполне себе продуктивная. Наши первые 4000 с лишним монет, которые можно потратить на схемы, на инструмент. Наконец-то купить косу. Может быть, срубить этот лен уже и начать что-то делать. Из него нити там, ткани или полотна и так далее. В следующей серии посмотрим. Наверное, выйдем в глиняные флаконы и еще сильнее бустанем кошелек. Может быть, построим глиняный вот эти домик собирателей глины. Как он там? Шахтеров домик. Вот. Такие пироги. Ну а на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Пишите в комментарии, если что-то хотите подсказать и так далее. Оставляйте фидбэк. Все читаю, все лайкаю. Мне очень интересно и приятно ваше мнение. Еще раз спасибо за просмотр. Всем вкусного чая и добра.